Привет, меня зовут Женя Котов, я стратегический консультант и в этом видео хочу рассказать о том, что такое 5 сил портера, как он применяется и как с помощью этого фреймворка можно создать уникальное стратегическое преимущество для своей компании, организации, будь то целого рынка. Модель была названа в честь Майкла Портера, который еще в 1979 году написал статью в Guard Business Review, где выявил 5 неоспоримых сил, которые, во-первых, играют роль в формировании любого рынка или стратегии целой компании, либо корпорации, а также помогают выделить сильные и слабые стороны каждой отрасли или конкретного рынка. Это, по сути, два основных правила, которые базируются в этот фрейм, эта модель, которая позволяет вам, как компании, выделять свои сильные и слабые стороны. Как легко понять? Это 5 основных рыночных сил. Во-первых, это угроза входа новых игроков на тот рынок, где мы работаем. Во-вторых, это переговорная сила клиентов, которые могут сговориться и как-то повлиять на рынок. Затем это может быть угроза товаров или услуг заменителей, которые могут прийти на ваш рынок и заменить его самим собой. Переговорная сила поставщиков, те, которые поставляют вам определенную продукцию или сырье для производства ваших товаров или услуг. Они могут войти в сгору и как-то повлиять на него. И борьба с текущими конкурентами, такой центральный, по сути, шар, который является основным драйвером процесса вообще работы на этом рынке, на котором вы находитесь и которым оперируете. Начнем с первого определения, с самого начала. Что такое угроза входа новых игроков? И есть всего, Майклом Портером было выделено 6 основных барьеров входа на рынок, которым вы оперируете. Первое это экономия на масштабе. То есть это формат или фактор, который сдерживает вход, вынуждая игрока либо входить в отрасль в больших масштабах, либо мириться с повышенными расходами. Это касается, например, таких отраслей, как производство техники или машиностроения. Для того, чтобы запустить производство, необходимо иметь большие капитальные расходы, либо, допустим, выпуская небольшие модели, мириться с достаточно высокими расходами. Второй барьер это дифференциация продукта, то есть сильный бренд с высокой лояльностью, например, который заставляет новеньких игроков, которые входят на ваш рынок тратить существенные ресурсы, должны захватить определенную долю рынка. Это присуще таким продуктам, где есть высокая лояльность потребителей, в том числе напитки безалкогольные, лекарства, такие легкие, которые мы принимаем, например, цитрамон, и банковские услуги. Очень тяжело переходить с одной банковской услуги на другую. Также, например, может быть телеком продукты. Третье это требование капиталу, то есть необходимость в высоких капитальных расходах, например, закупку технологий или проведение определенных неокр, которые могут сразу, допустим, не окупиться. Это может быть связано, например, с такими рынками, как горная добыча, где необходимо определить точное месторождение, допустим, какого-то металла, исследовать его, понять, то есть где очень важны такие исследовательские части. Это может быть также банки, где нужно иметь изначально большой капитал, чтобы обеспечивать им свою ликвидность. Также это может быть производство, где просто банально нужны большие капитальные расходы, чтобы запустить целую производственную линию. Четвертый барьер это изначально низкие расходы, то есть компании могут иметь изначально более выгодные условия, недоступные конкурентам, которые хотят зайти в ваш инок. Например, там может быть какая-то некая госсубсидия, либо кредитование под низкий процент, или может быть просто исторически или географически выгодное местоположение. Например, также так называемая кривая опыта, когда вы достаточно много накопили интеллектуального капитала в вашей компании, что она позволяет вам снижать расходы при создании дополнительной ценности. Также там могут быть некоторые патенты, которые у вас есть и нет у других игроков. Это может быть связано с логистикой, когда у вас находится определенный порт в самом удобном местоположении, и как бы другие конкуренты не хотели, они не смогут достичь другого, лучшего положения, чем вы, потому что у вас просто географически самое удобное и самое выгодное. Это могут быть также определенные виды ресурсов, которые имеют, например, государственные монополии, богосударственные важности. Это может быть также энергетика. Допустим, если течет где-то удобная широкая река, и там вы ставите свою ГЭС, то другие, естественно, не могут уже поставить там рядом свою ГЭС и забрать ваш лен. То есть вы здесь становитесь, по сути, монополистом на целые там природные ресурсы. Четвертый фактор – это доступ к определенным каналам сбыта. Это могут быть такие игроки или целые рынки, где существует вертикальная интеграция, полный контроль от производства продукции до конечной его дистрибьюции. Это может быть связано, допустим, с ритейлом. Когда вы хотите запустить новую продукцию, но у ритейлера и, например, у производителя есть какие-то очень теплые взаимоотношения, партнерства, которые не позволяют зайти другим игрокам. Также это могут быть, например, АЗС. То есть очень часто видели, что нефтяные компании продают также и бензин напрямую потребителям. Это очень удобно. При вертикальной интеграции вряд ли кто-то просто так позволит сделать свою, допустим, нефть, перерабатывать его в бензин и продавать на чужой АЗС. То есть здесь есть определенный фактор контроля. И шестое – это государственная политика. Государство может создавать определенные ограничения на вход в особо серьезные отрасли. Это может касаться, допустим, нефти, где есть определенный контроль со стороны внешней. Монополия – это ОПЕК. Например, это может быть также отрасли ОПК и ВПК, связанные с оборонкой. Это может быть определенная логистика на определенные специальные товары. Такие вот отрасли. Что касается поставщиков, здесь другая интересная тема. И они могут влиять на рынок, если, во-первых, на рынке доминирует несколько поставщиков определенных, и они более конструированы, нежели покупатели. Это может относиться к рынкам революционных алмазов, где мы знаем, есть несколько основных компаний мировых. Это Debirs и Alrosa. Это, допустим, может быть нефть или микрочипы, где небольшое количество поставщиков, они поставляют в большой разветвленной сети покупателей. Покупатели не могут так сконцелироваться, чтобы надавить как-то на поставщиков. Поставщики могут всячески, не знаю, выкручивать руки покупателям, повышать стоимость искусственным образом, при этом имея доступ к большему количеству ресурсов. Второй фактор – это поставщик представляет уникальный продукт, который имеет высокие сдержки переключения. То есть, допустим, если вы АЭС, который поставляет энергию для определенной компании, то ваш поставщик, ваша атомная электростанция, допустим, имеет определенные технологии. Чтобы вам переключить АЭС, который вы у него купили, на другую, то нужно будет потратить на большие ресурсы, чтобы это сделать. Просто технологически будет сложно. Либо это может быть газопровод с определенной стороны у вас, в другую страну, или компанию даже ведется труба. И чтобы вам переключиться на другую трубу, другого поставщика, то необходимо будет вложиться в строительство новой трубы. Также это может быть связано с ПО, допустим. Когда мы подключаем, например, 1С, мы не можем так просто взять, перейти на САП. Потому что помимо того, что у нас технологические ограничения, есть еще ограничения на обучаемость людей. Потому что большое количество людей могут пользоваться определенным инструментом, они к нему привыкли, он для них эффективен. И при переходе на другой, другое программное посещение займет дополнительные ресурсы, которые потратятся просто в бестолку, если ему переходить бессмысленно на другое ПО. Поэтому здесь необходимо быть аккуратным. Но при этом и также может быть сила поставщиков. То есть компания 1С может пользоваться своим монопольным положением, когда подсаживая своих потребителей на свою продукцию, затем повышать им стоимость за услуги. Продукт поставщика не обязан курировать с другими игроками из соседних отраслей. Например, это может быть как ресурсы алюминия, медь или, например, нефтехимия. То есть, допустим, компания имеет определенный спрос. Например, как на алюминии, медь, то есть такие тяжело заменяемые продукты, которые можно заменить другими редкоземельными металлами, но они являются, допустим, популярными. Либо это может быть нефтехимия, из которой делаются, например, пластиковые вещи и заменить, допустим, пакетик полиэтилена на что-то другое. Это очень тяжело сделать, поэтому так или иначе все равно спрос на нефтехимию будет оставаться от природного уровня. Потому что пакетики так сложно заменить. Пятая, угроза интеграции поставщика в основной бизнес, который создает вертикальную интеграцию. Это может быть также, как говорил ранее, добыча нефти и провелся бензином. То есть поставщик, допустим, нефти может создавать угрозу своим покупателям тем, что говорит, что я войду на ваш рынок, заберу его, и за счет того, что мне появится вертикальная интеграция, я буду вам повышать стоимость товара. Да, допустим, продукции, которые будут продавать А себе буду выдавать максимально выгодное За счетом буду въесть ваш рынок Допустим, это может быть такая некоторая угроза Пятое, это промышленность не является ключевым потребителем поставщика Поэтому может лоббировать высокую стоимость И создавать борьбу между покупателями из разных отраслей Это может быть, например, такой явный пример в энергетике Когда у нас просто есть энергоресурсы И у нас потребителей достаточно много Это в том числе обычные люди То есть, да, нам нужно тепло, допустим, ЖКХ Это могут целые организации, предприятия, которым нужна энергия Чтобы запускать производство, допустим, создавать какую-то продукцию Это может быть также другой пример логистика То есть мы можем возить как пассажиров Мы можем возить как, не знаю, какие определенные товары, грузы И у нас много-много разных потребителей У нас ограниченная инфраструктура Но при этом много разных потребителей Мы можем всячески этим пользоваться Создавая угрозу для наших потребителей, будучи поставщиком Следующий блок это переговорная сила клиентов И также является влиятельной, если, во-первых, клиенты имеют большие объемы закупок Допустим, что касается недвижимости или нефтехимии Если, допустим, клиент закупает определенный объем товаров Допустим, я как строитель недвижимости строю свой дом Мне нужно определенное количество бетона То я могу приходить к производителю бетона И сказать, что я закупаю 90% ваших мощностей на следующий год Просто я строю дом И вы мне продаете по такой ставке А покупатель, точнее продавец этих мощностей Может сказать, ну окей, да, это хороший контракт Не факт, что у меня через полгода или через 3 месяца Будет новый контракт по лучшему условию Поэтому я лучше договорюсь сейчас на определенный поток денег И мне он будет удобен, комфортен в течение следующего года А может и дальше продвинутый контракт И, в принципе, им будет хорошо при определенном уровне маржинальности Но при этом покупатель, то есть, да, как бы клиент Может выкручивать таким образом деньги Также в нефтехимии, допустим, понимая, что нам нужно очень много нефтепродуктов Мы приходим к одному производителю, там, добытчику нефти И говорим определенную стоимость Он не соглашается на нее, приходим к другому Он соглашается, потому что он готов в течение нескольких лет поставлять нефть Не зная, что будет в итоге спросом спустя несколько лет Очень удобное положение для клиента Если поставщик умеет, имеет неуникальные товары Допустим, они никак не отображаются на качестве, на проценте брака Мы можем закупать определенный товар у кого угодно Это могут какие-то базовые ресурсы, например, там сельхозка Где зерно, оно достаточно имеет одинаковый стандарт выращивания Определенно, допустим, пшеницы То мы можем закупать ее у разных удобных нам сельхозпроизводителей Которые никак не мешают всячески этим пользоваться И предлагать другим более низкую стоимость Сталкивая их лбами и таким образом использовать свою силу как клиента Третье Это покупаемый клиентопродукт составляет высокую долю расходов Очень часто бывает так Такой обманчивый фактор Это когда у клиента, если большую долю его расходов составляет определенный тип товаров То он очень тщательно относится к выбору поставщика Это, например, касается продовольственной продукции Где нам нужно закупать определенный вид товаров Например, допустим, сахар Он составляет большую процент При этом в хлопья где-нибудь, да? Сахар и кукуруза И мы очень тщательно выбираем поставщика сахара и кукурузы Потому что нам нужна определенная стоимость Чтобы сохранить нашу маржинальность Поэтому мы можем всячески пытаться лоббировать интересы Предлагать какие-то, может быть, нематериальные факторы Если они такие могут быть для поставщика И управлять этим А там, где как раз-таки, наоборот, стоимость поставщика Не сильно влияет на итоговую маржинальность Где, допустим, мультипликативный эффект невероятно большой Ну, например, в какой-то высокотехнологичном производстве То там это, наоборот, фактор не влияет Мы бы готовы покупать за любую стоимость Продавать нам все, что у вас есть Мы купим, потому что мы заработаем в десятки раз больше Чем вы на продаже своих ресурсов Четвертый фактор Клиент имеет низкую маржинальность И желает ее повысить за счет поставщика Например, логистика Логистика традиционно такая низкомаржинальная отрасль Там очень тяжело конкурировать за счет каких-то уникальных услуг По сути, все определяется скоростью и качеством И они всячески пытаются выкручивать себе маржинальность другими способами Например, для логистов распространен инструмент лизинга Когда мы берем автомобили Либо транспорт в лизинг Чтобы максимально снизить наши капитальные расходы И немножко пытаться повысить маржинальность за счет кредитного плеча Для нас это для логистов очень удобно Но при этом нам тяжело выкручивать руки нашим покупателям Потому что они могут пойти к другому логисту в любой момент И сменить наши услуги на их Поэтому мы стараемся у своих поставщиков пытаться выбирать наилучшие условия Пятый пункт Покупаемый продукт не имеет показателя качества Также, например, где процент брака сильно не влияет на итоговый продукт Это в том числе нефтехимия Где нам нужны определенные нефтетовары Они в принципе в земле лежат Примерно одинакового качества Да, там может быть уже последующая обработка Имеет определенный уровень и там критерии Но базово продукт, он одинаков везде Под землей лежит Ну может где-то какая-то плотность отличается Также это может быть важно при медицинском оборудовании Когда мы закупаем определенные товары Допустим, нужны какие-то средства металлические Для медицинского оборудования Необходимо, чтобы они имели там хороший вид Стандартный, одинаковый для всех Потому что если пациент придет в больницу Где скальпель выглядит очень страшно Там, да, какой-то металл такой покорябанный, некрасивый Немного такой литой, как мы привыкли видеть То он, может быть, не захочет лечиться в этой больнице Поэтому нужно здесь к оборудованию относиться внимательно И иметь продукт, который влияет как раз таки на качество И шестой пункт Это покупаемый продукт не экономит денег клиенту То есть, например, это отрасли с высоким мультипликативным эффектом Например, какие-то интеллектуальные или финансовые услуги Например, тот же, допустим, инвестиционный банкинг То есть, какую мы сделку выберем для того, чтобы купить Там лучшую компанию для исчезания поглощения Сами услуги инвестиционного банка Там с наперсток стоят, да, для покупательства Могут иметь эффект X10 А могут вообще не иметь никакого эффекта Также при этом с дизайном, с консалтингом Когда мы закупаем этот проект Мы можем вообще ничего не получить А можем получить, наоборот, многократный эффект Поэтому здесь он денег никак не экономит Он только создает некоторые расходы Однако эффект вот этих расходов может привести значительно больший результат Третья сила Майкла Портера Это угроза товаров или услуг заменителей Которые могут повлиять негативно на ваш бизнес И такая угроза появляется, если, во-первых, в вашей отрасли Сформировалась устойчивая высокая маржинальность И понятные барьеры для входа Это может быть некое монопольное положение Либо какой-то с апартитовой технологии Которая нужна в определенном типе товаров Вы можете иметь на нем значительно высокую маржинальность Например, пример с очками Мы знаем, очками владеет несколько компаний Вообще на производство разных диоптрий Но появились, например, линзы Которые уже не владеют И, может, и владеют И таким образом появляется быстро товар заменитель Потому что любые рынки, где есть какие-то определенные дисбалансы То есть с точки зрения Майкла Портера Они имеют быстрый потенциал к поиску товара заменителя Потому что все хотят получить ваш рынок Потому что он денежный И, соответственно, выйти в него И тем более, зная все барьеры входа Все ограничения То есть, когда он простой, понятный В него могут спокойно войти Второе Это качество товара или услуги заменителя Не уступают основному товару Например, там последних новостей Есть информация, что количество единиц проданных искусственных алмазов Превысило оригинальные алмазы Оригинальные алмазы стоят в 5 раз дороже, чем искусственные алмазы И при этом мы знаем, что оригинальные алмазы Это искусственно созданная некая монополия на этот рынок Поэтому, когда мы не видим никакой разницы между искусственным и настоящим Мы, конечно, выберем искусственное Какая разница? Это же есть алмаз и бриллиант Одно и то же И третье Заметель ограничивает рост стоимости основного товара Это бывает такое, когда, допустим, в строительных материалах Мы имеем разную палитру товаров для выбора Допустим, можно построить дом из дерева, из камня, из металла, из чего-то еще И в тот момент, когда мы выбираем строить дом, допустим, из камня При каком-то определенном объеме стоимости Нам может быть выгоднее начать строить дом из дерева, допустим Нам нужен не очень большой домик Для каких-то, может быть, точных вещей Да, если мы строим основополагающий такой серьезный большой дом То лучше построить его из камня Да, и такие вот могут быть товары-заметели Которые появляются при определенном уровне стоимости Это может быть также касаться транспорта Очень часто мы готовы пожертвовать высокой стоимостью билета на авиаперелеты Лишь бы поехать, допустим, дешевле с ЖД-транспортом Есть у каждого там человека или у каждого плюс-минус товара Какой-то вот такой порог оптимальной стоимости И последняя, пятая сила портера Это борьба с текущими конкурентами И она является угрозой, если конкурентов много И они равны по размерам Допустим, сейчас это касается автомобиля Либо какой-то техники Когда у нас много производителей из Японии, из Китая Из Штатов, из других стран И они постоянно борются между собой И рынок такой неконцентрированный Тяжело договориться между собой Второе, это медленный рост рынка Который усиливает борьбу между основными игроками Это, например, касается нефтегаза Где любые там котировки на 1-2 доллара за баррель Уже могут сказываться на объемы добычи нефти в разных странах Те, которые числятся в опек Третье, это продукты или услуги Сильно похожи на конкурентов И нет возможности как-то между собой выделиться То есть она начинается тоже конкурентная борьба Лоббирование Может быть какие-то политические влияния Это может касаться, например, энергетики Энергии много Непонятно кому продавать И мы выбираем всячески другие способы Как нам вытеснить конкурентов Это может быть также бумага Бумага плюс-минус там везде одинаковая Неважно на какого производителя Мы выбираем тот, который нам удобен Либо предлагает самую низкую стоимость И здесь необходимо придумать разные другие возможности Для того, чтобы как-то выделяться Четвертое, это высокие постоянные затраты Или скоропортящиеся продукты Это могут касаться в первую очередь продовольствия Продовольственных товаров Когда нам необходимо всячески их побыстрее продать Поэтому мы выставляем им максимально низкую стоимость Чтобы их реализовать Чтобы у нас просто не пропали и не закончились Также может быть лекарственные фармацевтические препараты Которые имеют срок годности определенный Пятое, это увеличение предложений Возможно только большими объемами Что снижает сильно спрос Допустим, мы не можем построить производство Например, на 10, 20, 30 видов продукции Мы можем построить производство только на 1000 видов продукции На 1000 ежегодных выпусков материалов И это сильно сразу же ударяет по спросу И стоимость снижается Это, например, касается нефтехимии Либо того же медицинского оборудования Когда мы не можем запустить небольшие линейки Как-то точечно повысить предложения Чтобы как-то оптимизировать кривую спроса и предложения Мы можем сделать только слишком большой шаг И что также сильно влияет, в общем, на весь рынок Поэтому лучше так не делать Мы всегда вынуждены ограничиваться теми возможностями Да, которые у нас есть Раз в какой-то период делать очень большой капекс Чтобы как-то возобновить наш бизнес Что сильно нас ограничивает И шестое, это высокие барьеры для входа И зависимость отрасли от сильных личностей Также касается компаний с государственным участием Зачастую, да, где есть, допустим, ОПК, ВПК Высокий барьер входа При этом часто могут быть зависимости от определенных типов личности Которые имеют там нетворк по множеству разных стран Да, такую связь людей могут поставить определенные типы товаров Необходимые там для проведения каких-то ракет Да, это могут быть также банки, например, какие-то полугосударственные Либо имеющие связь с большой промышленностью Где тоже многое зависит от личного контакта С, не знаю, кругом лиц Там, допустим, с очень богатыми и приятными людьми И другие любые компании с госучастием Где сидят важные люди И высокий такой барьер для выхода имеют Потому что слишком высокая ответственность Если ты выйдешь, на тебя могут свалить какие-то неприятности Потом с твоим уходом Что сильно повлияет не только по твоей репутации Но и вообще может повлести какие-то печальные последствия Если как-то суммировать вот этот весь опыт И вот эти все пункты, правила и фактора рынка Которые описал Майкл Портер Он в своей статье изложил пример напитка Доктор Пеппер Который, если распределить по пяти силам Майкла Портера Можно понять его ключевую концепцию, идею, задумку Та, которая была реализована, допустим, корпоративной этой компанией Которая разрабатывала напиток Доктор Пеппер Во-первых, если смотреть на угрозу входа новых игроков На этих безалкогольных напитках Мы понимаем, что в тот момент, когда рассматривалась Майкл Портера В 79 году риск того, что появятся новые игроки, минимальный Потому что уже тогда рынок состоял из Пепси и Кока-Колы Которые, по сути, монополизировали свой безалкогольный рынок напитков Второе, это переговорная сила поставщиков То есть, здесь у нас есть уникальный вкус Уникальный напиток, потому что он не похож ни на Колу, ни на Пепси И компоненты позволяют не пересекаться с поставщиками Колы и Пепси То есть, мы имеем запатентованный определенный вкус У нас есть определенный тип поставщиков, которые вряд ли нам будут выкручивать руки Потому что эти поставщики не нужны Коле и Пепси То есть, они нужны только для нашего определенного вкуса Третье, это переговорная сила клиентов Здесь у Доктора Пеппера была уникальная возможность В том, что они сделали большую ставку на свой маркетинг и на лояльность потребителей Они намеренно вкладывали большие ресурсы, значительно больше, чем Pepsi и Cola на тот момент, потому что Cola и Pepsi уже устоялись на этом рынке, им это было незачем. А вот Dr. Pepper нужно было. Поэтому они создали высокую лояльность вокруг своего бренда к напитку за счет этого маркетинга. Четвертое – это угроза товаров заметили. Здесь минимальный риск, потому что у нас есть крепкая ассоциация с брендом, и вкус уникальный. То есть нельзя повторить, потому что он опять же запринцетован, но так же, как по сути, Cola и Pepsi делают, а Dr. Pepper сделал так же. То есть придумали уникальный вкус, он всем нравится, и нравится определенному кругу лиц. И пятое – это борьба с текущими конкурентами. Здесь самый интересный момент, потому что Cola и Pepsi в какой-то момент начали бороться за другие типы товаров. Они постарались всячески диверсицировать свою линейку. То есть помимо того, что они захватывали рынки вообще всех напитков, не только безалкогольных, имеется в виду, что, допустим, обычную воду также создавали виды продукции, создавали какие-то снеки и другую еду, они боролись вот в других полях сражений между собой. В этот момент как раз-таки Dr. Pepper запустил свою маркетинговую компанию, активно начал продавать свою продукцию. И там на момент 22-го года, если в 79-м году у них была доля 6%, сейчас у них доля примерно 8%. То есть они последние там уже почти 45 лет держатся на плаву. То есть как Майкл Портер написал эту статью, так они по сути есть, сейчас продаются. Я проверил эти данные, это очень интересно, что вот у них такое сильное лобби там в Штатах. Ну, в других странах может быть меньше, я не знаю какая доля, есть доля по Штатам, думаю, и на эту цифру он опирался. Поэтому Dr. Pepper захватил такую крепкую долю лояльных потребителей, которые не переходят на другие напитки. Но при этом Pepsi и Cola очень тяжело с ними сражаться, потому что придумать схожий вкус может быть и можно, но такая крепкая ассоциация сложилась с этим брендом и вкусом, что ее очень тяжело перебить какими-то другими напитками. На этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а также подписываться на мой телеграм-канал, где я публикую разные уникальные новости из мира жизни, бизнеса, консалтинга, зачастую темы, которые не выходят на основном канале. Всем пока и до новых встреч.